Это превосходная механическая клавиатура, ведь у нее уже в стоке идеальные и свитчи, и кейкапы, у нее идеально смазанные стабилизаторы, у нее полная шумоизоляция, но самое главное, что эта механическая клавиатура еще и эргономичная. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман, ну а это обзор ACO ACR PRO LSS. Let's go! Начнем мы по традиции с комплекта поставки, ведь тут он шикарен. Помимо клавиатуры в коробке лежит пулер для кейкапов, специальный пулер для свитчи, шестигранник, две дополнительных выдвижных двухуровневых ножки, пакетик с запасными демпферами и запасной Type-C коннектор, сменная наклейка на грузик, три пакета с дополнительными кепками, дополнительная шумка корпуса, которую мы уже установили и инструкция по эксплуатации. Ну как тебе такое, Илон Маск? В какой еще клавиатуре вы увидите столько бонусных кейкапов? В общем, ACO огромный респект улетает только за комплектацию, и это мы еще до строения и начинки не дошли. Кстати, чтобы не пропускать крутые обзоры и конкурсы, обязательно прямо сейчас подписывайся на этот канал, группу ВКонтакте и Телегу, ведь там мы часто проводим конкурсы на игровые девайсы. Спасибо! Внешне клавиатура выглядит очень круто. Белый минималистичный корпус и шикарные кейкапы ASA профиля с темно-синими символами. Согласитесь, выглядит топово. С точки зрения дизайна вопросов ноль. А вот форм-фактор клавиатуры вопросы все-таки у некоторых зрителей этого видео вызвал. Что это за клавиатура? Зачем у нее такой изгиб? Почему две буквы B и два пробела? Как с ней вообще работать? Постараюсь ответить максимально просто и понятно. Такой тип клавиатур называется эргономичный или сокращенно эрго. То есть руки на клавиатуре при печати двигаться не должны от слова совсем. Положил левую на левую сторону, правую на правую и вперед учиться правильной печати. Скажу честно, лично я так и не привык к подобному типу клавиатур и эталонно печатать так и не умею. Но если вы обучитесь правильной печати, КПД набора текста вырастет в разы. Это я вам обещаю. А две бишки и два пробела в первую очередь нужны для удобства набора текста. Большие пальцы идеально ложатся на два пробела. Среди любителей девайсов такую раскладку назвали Алисой. Именно поэтому данный девайс гордо носит такое название. По количеству клавиш и расположению блоков больше всего Алиса похожа на 65% клавиатуры. А теперь пару слов про дизайн, расцветки и цену. На момент записи этого видео Алисы от АКО доступны в двух цветах. Это черный и белый. По выбору свитчей все тоже довольно скромно. Либо АКО CS Crystal, либо АКО CS Silver. Я выбрал первый вариант. Ну и самое интересное это цена. Опять же, на момент написания сценария Алиса стоит 130 долларов. Вне зависимости от свитчи или выбранной расцветки. И знаете, этот ценник я смело могу назвать шикарным. Ведь качественные клавиатуры такого формата в сборе стоят значительно дороже. Но если вы решите, что вам нужна только основа, так называемая база, а свитчи и кепки у вас уже есть, ну или вы решите их выбрать самостоятельно, то вы можете без проблем заказать ее отдельно. По цене база Алисы обойдется вам в 100 вечно зеленых. И мой вам совет. Лучше переплатить 30 баксов, но получить уже полноценные сетки капов и шикарные свитчи, чем сэкономить какие-то 30 бачей, но взять голую основу. Ну и конечно же, по традиции, ссылка на основную клавиатуру из видео есть внизу. Кстати, там же я разместил и ссылку на наш фирменный ковер, на котором и стоит та самая клавиатура. Шикарное качество, красивые принты и адекватный ценник. Строение у Алисы Гаскет Маунт, но не спешите делать выводы, ведь Гаскет Маунт может быть разным и у Алисы от АКО, он идеальный. Флексит клавиатура, мое почтение. Причем сам вид строения максимально правильный. Плейт выполнен из эластичного поликарбоната и благодаря этому часть удара также поглощается. Сами же гаскеты расположены на выступах плейта, а на концах имеются мягкие силиконовые насадки. В совокупности со свободным пространством внутри корпуса мы получаем идеальную подвижность всего сэндвича, а звук и тактильные ощущения выходят на новый уровень. Касаемо материалов корпуса, это качественный матовый акрил, который и визуально выглядит шикарно, и ощущается дорого-богато. При распаковке я и вовсе подумал, что корпус металлический. При скручивании никаких скрипов и люфтов я не заметил. А скрепляется верхняя и нижняя части при помощи винтов, расположенных по периметру устройства снизу. В общем, большой респект улетает Акка из-за строения клавиатуры, из-за материала внутри, из-за общий дизайн. Стоит также упомянуть, что нижняя часть корпуса полупрозрачная, благодаря чему андерглоу подсветка смотрится еще эффектнее. Ну и напомню, что в комплекте есть не только дополнительные кейкапы и коннектор, но еще и силиконовые демпферы. В случае износа или потери при кастомизации борда, вы их замените без проблем. К чему все-таки можно придраться, так это к отсутствию флекскатов. Их нет ни на плейте, ни на платье, но тем не менее, флексит Алиса на 10 кастомов из 10. Переключатели в стоке у нас тоже великолепные. Это новинки от Акко, прозрачные линейки Акко CS Crystal с силой нажатия 43 грамма. Нажимаются супер плавно. Ход приятный, ровный, с минимальным люфтом стема. В общем, топовые механизмы как ни крути. Из отличительных особенностей это материалы, ведь CS Crystal это первый переключатель от Акко, который целиком и полностью выполнен из поликарбоната. Скажем так, кристально прозрачные. И в том числе, благодаря этому верхняя часть подсветки супер яркая и насыщенная. Ход до срабатывания 1.6 мм, а до упора стандартные 4. Сила нажатия, как я и говорил ранее, 43 грамма. Ну и конечно же, свитч я разобрал. К моему удивлению, смазки внутри я не обнаружил. То есть отлит и стем, и корпус, ну действительно, около идеально. Но если вы хотите получить звук еще тише, а ощущение еще приятнее, то обязательно смажьте кристаллы. Лишним уж точно не будет. И конечно же, у такой шикарной клавиатуры есть и полноценный хотсвап. Борт поддерживает как 3 пин, так и 5 пин свитчи. При этом вендор сокетов CIY, а цвет фиолетовый. Такое ощущение, что CIY сделали хотсвап именно по заказу Акко. Но это уже лично мои догадки. В целом, хотсвап есть, все свитчи работают адекватно. Ну а по поводу долговечности, ничего вам сказать не могу. Тут только время покажет. Кейкапы в стоке тут хороши. Это фирменный сет PBT кепок АСА профиля. А самое интересное, что отдельно такой сет обойдется вам в 60 долларов. А тут эти кейкапы идут уже в комплекте. И когда я говорю про 60 долларов, я имею ввиду конкретный ценник от самих Акко. На официальном сайте сет Blue on White стоит именно 60 вечно зеленых. При этом профиль фирменный АСА. Толщина стенок порядка полутора миллиметров. А символы нанесены с использованием технологии двойного литья. То есть стереть их у вас не получится. Поверхность кейкапа в меру шершава, что впрочем свойственно по BT колпачкам. И знаете, для клавиатуры за 130 долларов очень даже приятный сет. И лично я считаю немаловажным фактором, что сет вместе с клавиатурой поставляется целиком. То есть те самые оставшиеся невостребованные кейкапы лежат в пакетиках и ждут своего часа. В общем классные колпачки. И выглядят и ощущаются приятно. По стабилизаторам все тоже очень круто. В Алисе стоят новые фирменные АККО стабы. Это даблшот ТПУ плейтмаунт стабилизаторы. У которых хаузинг выполнен из помпластика. А стем из смеси пома и ТПУ термопластичного полиуретана. Проще говоря, материалы у стабов уникальные. А их подгонка около идеально. Заводская смазка конечно же есть. Но и МХО ее все-таки маловато. Я бы на вашем месте смазал стабилизаторы допом. И получил идеальный звук. В общем шикарные стоковые стабы. А если смазать, то получите идеал. Уверен, что некоторые уже расстроились. Мол, стабы плейтмаунт, а не PCB. Но не спешите огорчаться. Ведь плата поддерживает и PCB маунт стабы. Поэтому если в дальнейшем вы решите апгрейднуть свою Алису. То знайте, PCB стабилизаторы влезут без вопросов. И пожалуй еще один момент, до которого я все-таки могу докопаться. Это расположение светодиода. Оно северное или же верхнее. Касаемо шумоизоляции. Все прекрасно и одновременно очень необычно. Ведь в стоке в клавиатуре изначально стоит только шумоизоляция между платой и плейтом. А шумоизоляции корпуса в стоке нет. Но при этом всем сама шумка лежит в комплекте внутри коробки с клавиатурой. И ваши предположения, почему же именно так? Наверняка у вас возник вопрос. А зачем класть шумоизоляцию корпуса в комплект? И при этом ее изначально не устанавливать. На самом деле все очень просто. Без шумоизоляции корпуса клавиатура очень сильно флексит. Так как подвижности конструкции ничего не мешает. А вот если проложить внутрь шумоизоляцию корпуса, то в итоге мы получим куда меньше флекс. Ведь плата и плейт попросту будут упираться в слой шумки внизу. Просто посмотрите на эту разницу. Не поймите меня неправильно. Клавиатура что с шумкой корпуса, что без нее флексит хорошо. Но вот без шумки подвижность в разы интереснее. И тут уже как говорится на вкус и цвет. Что для вас важнее, то и выбираете. Конечно же у нас есть шумоизоляция между платой и плейтом. Но еще приятнее, что есть и силиконовый свитчпэд. Увидеть его можно без переключателя. Это такая тонкая белая силиконовая поверхность, которая поглощает часть удара при нажатии на свитч. В общем шумоизоляция у клавиатуры полная, по высшему разряду. И отдельно хочется респектануть АКО за внимание к деталям. Шумоизоляция корпуса спроектирована так, чтобы не мешать андерглоу подсветке. То есть что с шумкой корпуса, что без нее. Андерглоу подсветка максимально яркая и равномерная. Снизу клавиатуры 5 прорезиненных ножек и стильный грузик. Кстати принт груза можно изменить. А при необходимости можно также использовать комплектные ножки. Двухуровневые с прорезиненными накладками. Кстати, как и большинство клавиатур АКО, Алиса тоже настраивается через общий софт. АКО Cloud Driver. С его помощью можно переназначить клавиши, записать макросы и настроить подсветку. В общем все что нужно на месте. Какой итог? Алиса от АКО это шикарный пребилдборд. Который и звучит прелестно, и выглядит фантасмагорически круто. И ощущается очень даже приятно. В общем однозначно рекомендую этот девайс к покупке. Ну а понравился ли он тебе? Обязательно прямо сейчас напиши внизу об этом в комментариях. Но меня по прежнему зовут Арсений. Ты был на канале Игроман. Покупай правильные и проверенные игровые девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok